Официально и снова устраивают свой новый дранг на Остен, Бундесвер впервые после Второй мировой разместить свои войска за границей, да еще и у границ России и Белоруссии на постоянной основе. Николаевская область, как это обязательно, для того, чтобы не допустить мотивации НАТО, Запада взять ее в НАТО, Украину. Мир в опасной ситуации. Что делает Китай в Южно-Китайском море? Мнение украинского журналиста и публициста Виталия Портникова. Далее цитируем. Обострение кризиса между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море президент Филиппин Фернанд Маркос-младший назвал ситуацию ужасной, напомнило мне о том, как обострялась ситуация в Черном море. Курочка по зернышку клюет. Тук-тук-тук-тук-тук. Россия действовала последовательно. Вначале установила фактический контроль над Черноморским побережьем в Абхазии. Затем добилась от Украины согласия на сохранение базы Черноморского флота в Крыму и договоренности об отказе от проведения морской границы между двумя странами в Азовском море. В 2014 году был оккупирован и аннексирован Крым. А в 2022-м Россия заняла всю территорию вокруг Азовского моря. Появились новые территории. Ну вот и такой все-таки значимый результат. Китай, думаю, пока что просто проверяет, как будут реагировать его соседи на жесткие действия и готовность решать непростые вопросы разграничения акваторий в Южно-Китайском море силой. И если увидит, что никакой серьезной реакции не будет, то уверен, начнет продвигаться дальше по пути эскалации. Мы представляем силы добра в мире. В конце концов, начнется серьезная конфронтация. Уже не с соседями, а с куда более крупными игроками. Когда каждый день повышаешь ставки, как правило, пропускаешь тот момент, когда нужно остановиться. Это закон любой агрессивной политики. Именно поэтому нарушение международного права, готовность ущемлять интересы более слабых в военном отношении соседей, уверенность в шантаже, как наиболее эффективном инструменте политики, все это, уверен, должно встречать отпор. И не через 10 лет, а сразу, когда агрессор еще проверяет мир на готовность реагировать. Мы страна-агрессор. Какой агрессор? Кого мы когда нападали? Кому мы, так сказать, чем-то угрожали? Только всегда выступаем за мир, предлагаем переговоры, вносим конструктивные предложения, выступаем против милитаризации, постоянно всех мирим. Одессу надо было взять и Украину полностью. Для чего? Чтобы наша, это все наша, Россия. Да-да-да-да. Реакция на аннексию Крыма, как мы помним, была очень осторожной. Даже на Западе было немало тех, кто пытался понять Владимира Путина и вспомнить об исторических претензиях России. Да и введенные после аннексии санкции оставляли желать лучшего. Складывалось ощущение, что наказывают не государство, которое нарушило международное право и захватило территорию другого государства, а некую группу заговорщиков. Последствия этой осторожности, как видим, не заставили себя ждать. И в самом Крыму, и на украинском Востоке, и в бассейне Черного моря. А в конце концов привели к большой войне, политического выхода из которой не просматривается. Это результат деятельности националистического, неонацистского режима. Да, да, да. Но самое главное, так это то, что путинский пример оказался, как и следовало было ожидать, заразителен. Что многие лидеры пытаются решить сложные вопросы силой. Что вопросы международного права, договора и договоренности отступают перед возможностью, если не аннексировать, то шантажировать аннексией. Как Венесуэла Гаяну, например. Всё теперь мне, теперь всё ваше моё. И понятно, что такие государства, как КНР, вообще считают, что рискуют очень немногим. К прямой конфронтации с Китаем, как и к прямой конфронтации с Россией, мало кто стремится. А тот, кому стараются лишний раз не отвечать, уверен, может позволить себе многое. Китай провоцирует нарушение мирового спокойствия руками России. Россия провоцирует, или готовит, да, ещё, потому что что-то ещё не реализовано, нарушение этого мирового спокойствия в Азии через Северную Корею, на Ближнем Востоке, через Иран. Иран, знающий, что за ним стоит Россия, которая вполне возможно оказывает помощь и Северной Корее, и Ирану в завершении программ по созданию ядерного оружия, соответственно, начинает более активно и более открыто поддерживать подрывную деятельность организаций типа «Хамас» и «Хазбулы». Вот я думаю то, что происходит. В результате мир оказался в очень опасной ситуации. Кризисы становятся нормой политики. Столкновения происходят и на суше, и на море. Президент Филиппин, думаю, прав. Это действительно ужасно. Вот только нужна не констатация факта, а понимание того, как вернуться к нормальности. И, может быть, нужно начать с восстановления норм международного права, с Крыма, с безопасности Чёрного моря. Но установка осталась та же, сознание однополярного мира, где будут руководить какие-то авторитарные режимы. Китай, конечно, считает, что этим единственным режимом будет китайский. А Путин, наверное, считает, что... Ну, наверное, он считает, что он союзник Китая. В России большая проблема с границами у людей, где вот заканчивается твое, и начинается чужое. И это какое-то общее непонимание, где нужно остановиться. И вот это причинение добра, типа, я же лучше знаю, как тебе лучше. Это и между родителями и детьми происходит, и между супругами. Это и огромное количество домашнего насилия. Оно вылилось вот на такой уже уровень глобальный с странами. Идея о том, что соседнее независимое государство, оно никакое не государство, а это просто какая-то твоя младшая сестра или там младший брат, дурачок. Мы же тебе сейчас объясним, с нами же клёво. Ах, ты не хочешь? Ну, тогда получай. Это вот как будто с микроуровня, с уровня внутри семьи вылилось вот на макроуровень, на отношения между странами. В НАТО неожиданно проявили миролюбие и начинать Третью мировую войну отказались. По информации издания Биль, до конца 2024-го следующего года мы планируем установить полный контроль над территориями ДНР и ЛНР и дойти до реки Оскол. Это Харьковская область. До конца 2026-го года мы планируем наступление на Запад, до Днепра, взятие под контроль значительной части Левобережья. Боевые действия будут идти до тех пор, пока Украина не сдастся. Единственное условие для начала мирных переговоров – демилитаризация. Субтитры создавал DimaTorzok